Ямку нужно выкопать такого размера, чтобы поместилась вся корневая система этого саженца. Мастер-класс по посадке деревьев дает педагог Каннского технологического колледжа. Женщина рассказывает, если земля неплодородная, то ее стоит улучшить, добавив удобрения. В данном случае в этом качестве выступает дерн. Студенты добавляют, рост сосны зависит не только от соблюдения правил посадки, но и от того, кто садит дерево. Я считаю, что если человек с хорошей энергетикой, то дерево 100% приживется. Я вот сегодня в хорошем настроении, значит 100% дерево приживется. Аллея появилась возле колледжа в 2011 году, когда день посадки леса был объявлен международным. Ежегодно хвойные здесь высаживают лучшие студенты каждой из специальностей учебного заведения. За деревом нужен уход. Следовательно, те, кто еще учатся, поливают, следят за деревом. Ну и такое вот как-то есть даже соперничество некое между специальностями, а чье дерево лучше. Для студентов, чья будущая профессия напрямую связана с лесом, посадка деревьев – неплохая практика. Они уже и сами могут многое рассказать. К примеру, безошибочно определяют, сколько лет сосне. По количеству мутовок, то есть этому дереву считаем раз, мутовка два и три мутовка. То есть этому дереву получается пять лет плюс добавление два года из-за того, что на второй год почка раскрывается, когда садят дерево. Мы каждый год 25 мая дарим людям, дарим. После высадки деревьев юноши и девушки отправляются в разные районы Каннска, чтобы раздать молодые сосны горожанам. Этим саженцам порядка двух лет. Вместе с ними студенты Каннского технологического колледжа дают и памятку, в которой подробно написано, как правильно высаживать дерево. Акция проходит успешно. Начинания студентов привлекают немало горожан. Одни из них считают, что с озеленением в городе все в порядке, другие сетуют, что из-за постоянной вырубки в округе в природе происходит дисбаланс. Мне кажется, хватает растительности, достаточно деревьев, цветов, особенно летом. Посажу, наверное, возле дома, будет расти, буду ухаживать, все будет прекрасно. Возобновили бы все эти посадки, потому что лес горит, тайга горит, а никто это ничего не восстановит. Но само убивает, что в тайгу приезжаешь за 200 километров, вы извините, там бутылки, диваны старые валяются, это люди все вывозят. Поэтому лучше нужно лес восстанавливать. Это же наша природа, это же наши легкие, мы же ими дышим. Совместными усилиями участникам акции удалось раздать 2000 молодых сосен. Организаторы выразили желание продолжить эту добрую традицию и в дальнейшем.